Иван Александрович Гончаров – видный русский писатель 19 века. На протяжении всей своей творческой биографии писатель занимался раскрытием вопросов русской жизни. Он хорошо знал быт и нравы дореформенной России со всеми ее перегибами и перекосами, крепостническими порядками, бесчинствами и праздностью помещиков. Благодаря широкому кругозору, наблюдательности и природному таланту к словесности, Иван Александрович очень точно подмечал тонкости психологии разных слоев населения, сословий. Послужной список Гончарова довольно скромный, но это как раз тот случай, когда число не столь важно. Наибольшую известность и уважение прозаику принесли романы обломов «Обыкновенная история» и «Обрыв». Однако сегодня хотелось бы поговорить о другом его произведении. В конце 1852 года из Петербурга в кругосветное плавание отправился военный парусный корабль «Фрегат Паллада». Начальнику экспедиции на Палладе нужен был секретарь, человек, который хорошо бы писал по-русски, литератор. Этим секретарем стал Гончаров. Ему нужно было переводить документы, вести судовой журнал и хронику путешествия. Иван Александрович уходил в плавание не как безвестный скромный чиновник Департамента внешней торговли Министерства финансов, а как пользующийся уже значительной известностью автор обыкновенной истории, которая получила высокую оценку Белинского, признавшего замечательный талант писателя, его силу изящности и тонкости кисти, верности рисунка. Особенно привлекал белинского язык Гончарова – чистый, правильный, легкий, свободный, льющийся. Согласно официальной версии, фрегат должен был посетить русские владения в Америке, в то время России принадлежала Аляска и острова у ее берегов. Однако подлинной задачей экспедиции было установление связей с далеко Японией, в то время отсталым феодальным государством, не имевшим практически никаких отношений со странами Европы и Америки. Японские власти препятствовали проникновению европейцев в их страну. Начальником русской экспедиции в Японию на палладе был назначен Путятин – моряк-дипломат-государственный деятель. Командовал палладой Унковский, выдающийся командир русского парусного флота. Паллада достигла берегов Японии в августе 1853 года. Переговоры о торговом договоре, который вел Путятин, продолжались до января 54-го, но в связи с Крымской войной, так и не добившись заключения договора, экспедиция покинула Японию. После этого паллада побывала на островах Личу, в Маниле, на Филиппинах и затем отправилась к берегу Сибири. Здесь, в устье реки Амур, летом 1854 года и закончилось плавание фрегата. Гончарову, чтобы добраться до Петербурга, пришлось проделать длинный и трудный путь на лошадях через Сибирь. Итак, странствия Гончарова продолжались с 1852 по 1854. Меньше чем за два года Иван Александрович посетил несколько стран, от Сингапура до Великобритании и Португалии. На протяжении всей экспедиции писатель вел путевые заметки. Позже они вошли в сборник фрегата паллада и стали предметом оживленного интереса столичной публики. Такое произведение, как фрегат паллада, создано только в России, только русским писателям, путешественникам. Ничего подобного вы не найдете в иностранной литературе. Когда в 1879 году появилось третье издание книги, то Гончаров должен был написать к нему предисловие. Автор не ожидал такого большого спроса на книгу. Не располагал более возобновлять ее издание, думая, что она отжила свою пору. Но случилось не так. Книга продолжала иметь большой спрос. А потом оказалось, что она надолго пережила самого автора. Гончаров писал «Описание дальних стран, их жителей, роскошь тамошней природы, особенности путешествия и всего, что замечается и передается путешественниками, каким бы то ни было пером, все это не теряет никогда своей занимательности для читателей всех возрастов». В очерках Гончарова повествуются о событиях неторопливо и обстоятельно. В далеких жарких странах среди экзотических картин природы он вспоминает близкие его сердцу русские пейзажи. Что за виды, какой пламенный закат, какой пожар на горизонте? В какие краски оделись эти деревья и цветы? Как жарко дышат они? Уже ли это то солнце, которое светит у нас? Я вспомнил косвенные бледные тучи, потухающие на березах и соснах, остывшие с последним лучом нивы, влажный пар засыпающих полей, бледный след заката на небе, борьбу дремоты с дрожью в сумерки и мертвый сон в ночи усталого человека. И мне вдруг захотелось туда, в ту милую страну, где похолоднее. Гончаров, еще готовясь к кругосветному плаванию, хорошо понимал, что от него по возвращении будут ждать рассказа о таком незаурядном по тем временам событии. Предстоит объехать весь мир и рассказать об этом. Очерки «Фрегат Паллада» представляют собой творческий документ, важный для характеристики идейно-политических взглядов Гончарова. Несмотря на то, что в этих очерках ощутимо сказалась противоречивость его мировоззрения, основная и неприходящая ценность их заключается прежде всего в правдивом отражении в них фактов и процессов объективной действительности. Создавая книгу очерков, Гончаров не собирался дать систематическое описание путешествия. Он не освещает многие стороны экспедиции. В очерках почти не отражена героика тяжелого морского похода. Нет подробного и последовательного описания плавания. Это художественное произведение, в котором наблюдения и впечатления писателя-путешественника художественно преображены и осмыслены под определенным углом зрения. Цель, искомый результат путешествия, по мнению Гончарова, сравнение своего и чужого. Это вглядывание, вдумывание в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в каких книгах не отыщешь. Фрегат Паллада проникнут глубокой любовью Гончарова к своей родине, к русскому народу. История плавания корабля этого маленького русского мира с четырьмя стами обитателей, носившегося два года по океанам, своеобразная жизнь плавателей, черты морского быта – все это также способно привлекать и удерживать симпатии читателей, говорил Гончаров в предисловии к очеркам. Эти очерки представляли собой решительный разрыв как сентиментальной традицией писем русского путешественника Карамзина, так и с традициями романтических описаний, созданных Бенедиктовым и Марлинским. Очерки путешествия Гончарова окончательно утвердили в русской литературе ту реалистическую тенденцию путевого очерка, которая была начата путешествием в Арзум Пушкина. Из своего путешествия писатель возвратился умудренным богатейшим опытом, и это не могло не отразиться на его дальнейшем творчестве. Гончаров, к сожалению, ничего не рассказал о конце паллады. Возможно, он даже и не знал о начале по возвращении из путешествия, о судьбе судна, которое служило ему домом в течение нескольких лет. Фрегат был затоплен в Константиновской бухте императорской, ныне Советской гавани. Небольшая квартира Гончарова в Москве на Маховой была наполнена множеством вещей, которые писатель привез с путешествия. Везде, где останавливался фрегат, он старался приобрести что-нибудь наиболее характерное, свойственное только данной стране. В двухтомном издании путевых записок «Фрегат Паллада» Гончаров постоянно отмечает необыкновенное мастерство народных умельцев, которые только при помощи ножа и самых простых приспособлений создают настоящее произведение искусства. «Как прекрасна жизнь, между прочим, и потому, что человек может путешествовать!» – восклицает Гончаров в книге «Фрегат Паллада». Редактор субтитров А.Захарова Корректоректор А.Егорова Вы как выiu-на-это. Продолжение следует...